КОТО ШЕН В 2018 году, если мне не изменяет память, Цинь Шу, вот такая кошечка замечательная, очень красивая, она, я так понимаю, новенькая, судя по ее питомцу, дракону, быку, ну, бык летающий, наверное, это дракон бык, и в прошлом году, в год свиньи была добавлена Сяо Хуэй, вот такая вот кошечка, тоже очень прикольная, но не все продаются за донат, кроме вот этой вот кошечки. Так, еще что добавили, я не помню, была Мартина или нет, в прошлый раз, когда я делала обзор, но Мартина это очень-очень старая кошечка, по-моему, это самая-самая первая кошечка, кодню Святого Валентина, которая была добавлена в Castle Cats. Ну что ж, ну, как вы поняли, наверное, что я вот этих котят покупать не буду, и накопить я 300 самоцветов тоже не успею к этому времени, да, пока они здесь находятся. За 14 дней 300 самоцветов накопить, если очень сильно повезет, выбить их в коробке событий. Вот, ну, в коробке событий мне везло выбивать материалы событий, это было очень классно. Так, а что это у нас здесь? Ух ты, какая милота. А здесь у нас что? Ничего особенного, а тут? О, понятно. Хорошо, давайте теперь перейдем в алхимию, так как здесь у меня уже давно скрафтилось яйцо, очень давно, еще во вторник, а сейчас я снимаю это видео в субботу. Яйцо леса, легендарное яйцо, которое я крафтила 10 дней, да, вот поэтому я так давно не заходила в игру Castle Cats, потому что очень долго крафтилось это яйцо. Забираем. Это здесь, ох ты, ничего себе, кошечка Эйра. Да, прикольная кошечка с приплюснутым носиком, и у нее хвостик, как у льва. И получается кончик хвостика на веер похож. Интересная очень кошечка. Сейчас зайдем, прочитаем про нее, но сначала эволюционируем, посмотрим, как она у нас будет эволюционироваться. Эволюционируется она зелеными редкими огоньками. Ого, вот это вот, да, рога ветвистые у нее появляются, как у оленя. Лесная кошечка, ну, соответственно, да, судя по названию самого яйца. Так, интересно про нее прочитать, про особенность будет. Так, последняя эволюция, ну, предпоследняя эволюция окончательно дает вариант ее костюма. Видите, бабочки такие красивые летают, похоже на сетлячков. Так. Так, и последняя эволюция открывает второй навык. Отлично, переходим теперь в книгу, в кота книгу, как я ее называю. И прочитаем про нее, что же здесь пишут. Да где ж она? Сложно без подсказок. Нету. Она не здесь, что ли? А где она? Вот здесь? Давайте здесь смотрим. А, я не в той вкладке смотрела. Это же не кошечка события, это кошечка с обычного яйца. Ну, как с обычного, с легендарного яйца, которое находится постоянно в алхимии. Вот, Эйра. Теперь я поняла, в чем была причина. При эволюции описание не меняется. Эйра лесной страж. Она использует свои силы, чтобы помочь деревьям расти. Ее текущий рекорд 200 миллионов деревьев. Вот такая классная кошечка. Особенность фея Фамильяр. 15% шанса получить золотой самородок, бревно, наверное, и шелк с квеста. Круто. Редкость легендарная. Радужная лапка. Очень рада, конечно же, что у меня есть эта кошечка. Давно хотела я скрафтить это яйцо. Все не решалось, потому что требовала очень много ресурсов. Там котят, да, давайте ее покажем. Она у нас показана? Нет, не показана. Нужно будет тогда кого-то убрать из показанных. Кто у нас не по тематике сейчас во дворе? Все вроде тематические. Эйко. Ну, вроде бы как по тематике. Может быть, кого-нибудь из стареньких убрать? Мурцилу давайте. Угу. Угу. Так, смотрим. Главное, опять же, не пропустить. Вот она. Все. Ставим на квест. И заходим на квест. Ступаем сразу в бой. Ох ты, зимняя локация тут такая. Осторожно, осторожно. Набираем ульту. Стреляем. Не успели. Не успели. Все, стреляем. О, да, действительно. Ну, по-моему, что-то похожее уже у кого-то есть. У кого-то есть что-то похожее. Давай, показывай еще, как ты умеешь. Все время сбивается ульта. Да, что-то есть похожее. Но все равно атака очень классная. Подходит ей. Подходит по описанию. Подходит по названию, соответственно. Выглядит здорово. Угу. Так, ну что ж. Лидеру, по-моему, ничего тоже не добавляли. А, добавили. Почему ничего не добавляли? Добавили питомца. Давайте сейчас купим питомца. Где у нас питомец-то? Питомца добавили же. Так, в виде быка. Вот такой вот питомец. Раз, два, три, четыре. Четырех расцветок. Ну, конечно же, мы купим подшубку нашу. А, мне не хватает ресурсов. Здесь другие ресурсы нужны. А я думала, материалы события можно потратить на этого питомца. А здесь какие-то новые ресурсы. Прикольно. 50 тысяч монет, которых у меня нет. Да? Я потратила все монетки уже на открытие сундуков. Столько сундуков пооткрывала и все монетки потратила. Так, а где доста... А, вот они, эти ресурсы даются. Можно открывать бустеры, видимо, за просмотр рекламы и тоже их собирать. 400 штук мне нужно будет собрать бустеров. Ой, не бустеров, а этих материалов, да? Китайские монетки. Я так понимаю, что... Да, это китайская такая монетка с красным шнурочком. Символичным. Вот, 400 штук надо собирать, чтобы купить этого питомца. Но это уже интересная такая затея. Раньше такого не было. Что-то новенькое, что-то новенькое добавили разработчики. Прикольненько. Так, ну не будем отвлекаться от самого главного. Это от крафта мечтательного яйца. Начнем его крафт. Надеюсь, что до конца события мы уже успеем его скрафтить. Изумрудное яйцо сейчас начнем мастерить. 600 тысяч... О, 600 тысяч. 600 материалов событий у меня есть. Благодаря коробкам событий, да? Я их очень быстро насобирала. Котеек на квесты практически не отправляла. То есть мне повезло. Вот, дальше я... Еще одно нужно будет изумрудное яйцо скрафтить. Это еще 2 дня. Потом 2 дня мы будем... Так, 2 дня мы будем крафтить воровское, да, по-моему, яйцо. А яйцо ворок называется тоже 2 дня и 2 дня. 4 дня, 8 дней. И 2 дня будет крафтить само мечтательное яйцо. 10 дней понадобится на крафт этого яйца. 10 напряженных дней. Ну, надеюсь, что мы успеем. Надеюсь, вам понравилось это видео. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, если вдруг еще не подписаны, чтобы не пропустить следующие серии по игре Castle Cats. А с вами была Кошечка Прико и увидимся в новых роликах. Подписывайтесь на мой канал.